Кто может рассказать о мужестве, как не тот, для кого это слово не пустой звук? На урок пригласили действующего депутата городской думы. Александр Янкулович в конце 90-х участник боевых действий на Северном Кавказе. В одной из спецопераций получил тяжелые ранения. Однако, несмотря на это, продолжил выполнять поставленную перед ним задачу. В 99-м ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Это награда не моя, это награда всего отряда. Поэтому никогда не считал, не считаю себя каким-то сверхчеловеком, сверхгероем. Я выполнял свою работу, вместе со мной к этому званию было представлено еще 5 человек. К сожалению, получил только я один. Не знаю причины какие. Поэтому многие ребята, которыми я общаюсь, с которыми вместе служил, до сих пор общаемся и вижу героями. Этот урок мужества – мероприятие районного масштаба. В зале около 300 детей. Это старшеклассники со школ Ленинского района. Но причем среди присутствующих не только парни, но и девушки. Нина, скажи, пожалуйста, зачем тебе нужны такие уроки мужества? Ты же девушка. Я девушка, но я считаю, что это война, это самое трудное, тяжелое испытание, которое может выпасть на долю человека. И, в принципе, это может достаться как и девушке, так и мужчине. Просто надо защищать свою родину, стоять за нее горой. Урок мужества длился около часа. После выступления каждый желающий мог задать вопрос любому из гостей. Будь то депутат, представитель местной администрации или сотруднику военного комиссариата. Ведь многим из присутствующих в будущем предстоит служить в армии. Организаторы же урока мужества планируют провести подобные встречи во всех районах города. Продолжение следует...